Здравствуйте! Это программа «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Валерия Фомина. Сегодня мы поговорим о мерах поддержки семей с детьми в Тверской области, а также многодетных семей. На актуальные вопросы мне ответит гость в студии. Это начальник отдела стратегии развития демографической политики Министерства демографической и семейной политики Тверской области Елена Тимофеева. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько у нас в регионе многодетных семей? По состоянию на 1 января до начала текущего 2024 года в Тверской области проживают 14 902 многодетные семьи. Количество многодетных семей ежегодно увеличивается. За 2023 годы прирост составил порядка 500 многодетных семей. И рост количества многодетных прослеживается уже на протяжении последних порядка 10 лет. Нужно сказать, что этому способствуют в том числе и меры поддержки. Расскажите о них. Мер поддержки в Тверском регионе достаточно много. Это как федеральные меры и региональные. Их всего более 50. Но более подробно хотелось бы остановиться на региональных мерах, в которых порядка 30 и практически всеми ими многодетные семьи могут воспользоваться. Порядка 30 мер поддержки. Их достаточно много. Очень много введено новых мер в 2019-2020 годах. Если говорить о мерах поддержки семьи в принципе с детьми, то есть соцвыплаты, которые можно пустить на погашение ипотечного кредита. Расскажите подробнее. Да, это достаточно такая востребованная мера поддержки семьи с детьми. Предоставляется она в виде единовременной социальной выплаты на погашение ипотечного кредита и процентов по ипотеке при рождении детей. Надо сказать, что только за 2022-2023 год эту меру поддержки получили 563 семьи Тверского региона. А каков размер? Размер выплаты. При рождении первого ребенка выплата в размере предоставляется 200 тысяч. При рождении второго ребенка это 300 тысяч. И при рождении третьего и последующих детей это 500 тысяч рублей. Обратиться за ней можно неоднократно. То есть если в семье появляется новый ребенок, можно повторно обратиться за получением социальной выплаты. Какие-то требования есть к семье? То есть это может быть семья малоимущая или это все семьи могут претендовать? Требования к семье определенные есть, но ни в коей мере нуждаемость не является критерием или условием предоставления социальной выплаты. Какие основные требования? Это как минимум один из родителей должен быть в возрасте не более 35 лет включительно. Есть такое возрастное ограничение. Отсутствуют возрастные ограничения для многодетных семей. Молодым семьям есть исключение из этого правила. Если в семье родителей в возрасте до 25 лет включительно, достаточно проживать в Тверском регионе не более 5 лет. Ну а если при этом еще молодой человек или молодая мамочка является студентом дневной формы обучения, достаточно проживать не более 6 месяцев. Что касается многодетных семей, для них довольно-таки большой спектр мер поддержки. Самое, наверное, популярное – это материнский региональный капитал. Сколько он составляет? На кого рассчитан? Это, я так понимаю, семьи Д3 плюс детей. Да, да. Региональный материнский семейный капитал предоставляется семьям. Даже, я бы сказала, право на получение имеют только мамы, родившие третьего или последующего ребенка, если ранее не воспользовались этой мерой. Получить ее можно однократно. Размер материнского капитала регионального ежегодно индексируется. С 1 января 2024 года его размер был увеличен на 7,4%. И на сегодняшний день составляет 82 737 рублей. Можно ли его потратить на погашение ипотеки, купить какую-то бытовую технику или что-то для дома, мебель, например? Можно ли? Да, направления расходования средств материнского капитала достаточно обширные. Правильно вы сказали, прежде всего это на улучшение жилищных условий. Средства маткапитала можно направить и на уплату первоначального взноса, и на погашение основного долга, и на погашение процентов по ипотеке. Можно направить также на строительство и ремонт коммуникаций, водопровод, газопровод, электрические сети и так далее. Ну, помимо этого, на приобретение корпусной и мягкой мебели, как вы правильно отметили, на приобретение крупных технически сложных товаров бытового назначения, на приобретение автотранспорта и сельскохозяйственных животных. Сельскохозяйственного транспорта, кстати, тоже. Ну, и с прошлого года, с 23-го, добавилось такое новое направление использования средств маткапитала на обучение ребенка в средних профессиональных или высших учебных заведениях на платной основе. Также можно теперь направлять средства маткапитала на обучение. Еще одна популярная мера поддержки, но это касается уже совсем больших семей, где 5 и более детей, это сертификат на приобретение автомобиля. Каков его эквивалент в этом году, да, и какие требования к семьям и, собственно, к приобретаемому автомобилю? Да, эта мера поддержки реализуется в Тверском регионе с 2020 года. На тот момент номинал сертификата был утвержден в сумме 1 миллион рублей. До 1 сентября 2023 года так и было. С сентября прошлого года решением губернатора номинал сертификата увеличен, и на сегодняшний день он составляет 1,5 миллиона рублей. Приобрести можно автомобиль исключительно российского производства, ранее не состоящий на государственном регистрационном учете. То есть это должен быть новый автомобиль. Ну и в автомобиле должно быть не менее 6 посадочных мест, с учетом водителя этой семьи местной, либо автобус, микроавтобус, минивэн, либо легковой автомобиль с типом кузова «Универсал». Но, еще раз повторюсь, не менее 6 пассажирских мест. Получить эту меру поддержки может семья, в которой воспитывается не менее 5 несовершеннолетних детей. Могут быть дети старше 18 лет, обучающиеся по дневной форме обучения в среднеспециальных или высших учебных заведениях Тверской области. И обязательным условием является рождение 5-го либо другого последующего ребенка после 1 января 2019 года. Ну вот такие основные условия получения этой меры поддержки. На сегодня, с начала ее действия, 160 семей многодетных уже такие автомобили приобрели. Воспользовались этой мерой. Еще одна популярная мера поддержки, которая, кстати, стала хорошим подспорьем на многодетных семей, это школьная форма. Комплект школьной формы. Вот расскажите поподробнее, сколько примерно хотя бы получили форму и кто может на нее опять же претендовать. Да, школьную форму предоставляется детям, обучающимся с 1 по 11 класс в общеобразовательных организациях Тверской области. Претендовать на нее могут дети из многодетных семей, в которых, еще раз повторюсь, не менее трех несовершеннолетних детей, либо старшие дети в возрасте до 21 года обучаются по очной форме обучения в среднеспециальных или высших учебных заведениях Тверской области. Школьная форма достаточно высокого качества, она соответствует всем требованиям, ГОСТам, нормам и нормативам, как по качеству тканей, так и по моделям. Достаточно интересные, симпатичные костюмы, комплекты пользуются большой популярностью среди многодетных семей. Когда нужно вносить в реестр детей? Да, здесь, наверное, действительно хотелось бы обратиться к родителям таких детей о том, чтобы позаботиться, чтобы ваших деток не потеряли и не забыли включить в реестр для производства школьной формы. Реестр детей, для которых необходимо обеспечить школьные формы, он формируется в школе. Либо это классный руководитель, либо какое-то еще ответственное должностное лицо, назначенное директором школы. Предварительные списки начинают формироваться в апреле-май, поэтому огромная просьба к родителям какое-то беспокойство и заботу о своих детях все-таки проявить и поинтересоваться, и убедиться точно в том, что ваши дети в этот реестр, формируемые в школе, включены. Ну и тогда хочется надеяться, что к первому сентября дети будут одеты и пойдут нарядными в школу. Также нужно отметить, что если вдруг что-то не подошло по цвету или вдруг с моделью ошиблись с размером, то это можно все обменять, написав заявление, обращение. Да, все верно. Такая возможность законодательством предусмотрена. Если получили школьную форму, померили и что-то не устраивает или не подходит, достаточно в течение двух недель написать заявление, вернуть коробку в школу, но в заявлении необходимо обязательно с высокой точностью, если можно так выразиться, указать, что конкретно не подходит и на какие параметры необходимо заменить. Замена предусмотрена, это все будет заменено, и школьная форма требуемых параметров обязательно вернется детям, в семью. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Валерия Фомина. Напомню, что сегодня мы обсудили меры поддержки семей с детьми в Турской области и у многодетных семей. Вот такой вот огромный перечень этих мер. Могу отметить, что они даже больше, чем в некоторых других регионах, и нам действительно есть чем гордиться, и, возможно, это поспособствовало тому, что у нас выросло количество многодетных семей. Напомню, что на сегодняшний день в Турской области проживает 15 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова